Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали слова апостола Павла, сказанные им в послании к Эфесиным. «Благодатью вы все спасены через веру, но сие не от вас Божий дар, да никто не похвалится». Вот эти слова несут в себе, может быть, самую важную идею, которая была открыта Новым Заветом. О том, что человек спасается не своей собственной силой, не своими подвигами, не силой разума своего, не силой воли и даже не силой веры, а только благодатью Божию. Благодатью вы все спасены. И это не от вас. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Что же такое благодать? Как мы не можем до конца, в силу своей ограниченности, увидеть, почувствовать, понять, что такое и чем является Бог? И познаем Господа настолько, насколько Он Сам пожелал Себя нам открыть через Слово Своё, через Божественное Откровение. Вот так мы никогда не поймем и того, что есть благодать. Как Бог не познаваем для нас во всей Его полноте, так и благодать Божия не может быть осознанной и понятой человеком. Но многие вещи, даже в физическом мире, мы не видим, но знаем, что они существуют. И чаще всего по последствиям никто не видит электрический ток. Но даже самый неверующий в электричество человек может почувствовать это, прикоснувшись к тому проводу, по которому этот ток идет. Он немедленно почувствует страшный удар и поймет, что невидимое существует. Вот так же и благодать Божия, она познается нами не по сути своей, ибо эта суть природы благодати от нас сокрыта, но по последствиям, которые благодать Божия, прикасаясь к человеку, осуществляет в его жизни. То есть по тем следам, которые оставляет благодать в нашей жизни. Благодать там, где разум, благодать там, где святость, благодать там, где добрая воля. То есть благодать осуществляется таким образом, что она несет человеку добро, благость, мир, утешение, любовь. И именно по этим следам присутствия Божественной благодати люди и опознают, что есть благодать. Другими словами, Божественная благодать – это и есть присутствие Бога в человеческой жизни и в человеческой истории. Это и есть сила Божия, это и есть свет Божий, это и есть Божественный разум, который даруется нам, понимание, восприятие которого, прикосновение к которому даруется в том числе через наш духовный опыт. А где и как мы можем этот опыт обрести? В первую очередь мы обретаем его тогда, когда мы обращаем свое сердце к Богу. И нигде не осуществляется это с такой силой, как в том месте и в тех случаях, когда сам Господь идет нам навстречу. И это происходит всякий раз, когда мы совершаем Божественную Евхаристию. Когда мы по заповеди самого Спасителя, преломляя и благословляя хлеб и вино, творим в Его воспоминания таинства Его плоти и крови. И Господь через прикосновение к Его телу, Его крови дарует нам Божественную благодать, которая, несомненно, должна отзываться в нашем сердце и преобразуя наш разум, и преобразуя нашу волю, и преобразуя наши чувства. И когда это происходит, то мы и чувствуем Божественное присутствие в своей жизни. Ну а если бы такого чувства люди были лишены, то и никакой бы веры не существовало. Потому что вера основывается на реальном опыте людей. Не было бы опыта, духовного опыта соприкосновения с Божественным, не было бы никакой веры. И это совершенно очевидно. И как бы люди, далекие от веры, не объясняли само явление, сам феномен веры в Бога, Вне зависимости от этих часто очень неправильных и ограниченных объяснений, вера является реальностью в нашей жизни. И как важно, чтобы мы, верующие люди, никому никогда эту реальность не утратили. И как важно, чтобы все больше и большее количество людей, сомневающихся, а иногда отвергающих веру по тем или иным причинам, В какой-то момент почувствовали присутствие в их жизни Божественной благодати. Почувствовали прикосновение к ним самого Бога. И вот только тогда и возгорит пламень веры. Но Господь являет нам себя не в громе, не в молнии. Он являет нам в легком дуновении ветра. Он являет себя нам в легком прикосновении к нам, вот этой Божественной благодати. И поэтому очень важно таким образом настроить свой приемник, то есть свой разум и свое сердце, чтобы иметь возможность воспринять этот тихий, но очень жизненно важный для нас сигнал с неба. Чтобы мы могли действительно узреть Бога чистотой своего сердца. Почувствовать к нам прикосновение Его Божественной благодати. И вот тогда отступает всякое неверие. Вот тогда не требуется никаких доказательств, которыми в определенную эпоху занимались философы и богословы, пытаясь умозрительно доказать факт Божьего присутствия в нашей жизни и само бытие Божие. Не требуется никаких доказательств, когда человек не верит, а знает, что Бог есть. Потому что он испытал прикосновение к себе силы Божией, Божественной благодати. Ну а как сделать так, чтобы, ну, достаточное количество людей, дай Бог, чтобы большинство людей пережили бы этот опыт встречи с Божественной благодатью, веровали? На этот вопрос, наверное, нету какого-то простого ответа. Каждого Господь ведет своим путем. Но здесь ключевое слово «каждого». Но не каждый улавливает сигналы свыше. И не каждый откликается на Божий призыв. Один потому, что по жестокосердию своему и по ограниченности своего разума не увидел и не почувствовал этот Божий сигнал. А другие потому, что заранее вбили себе в голову, что никаких сигналов быть не может, потому что Бога не существует. И мимо таких людей проходят эти волны, идущие от нашего Творца, которые обнимают собой всю Вселенную и каждого человека. Но поймать эту волну, почувствовать ее, можно только в том случае, если мы свой внутренний приемник на эту волну настраиваем. Действительно, мы живем в трудное время. Время очень серьезных испытаний. Человечество на протяжении последних, по крайней мере, 200, а в каких-то странах, может быть, даже и более, почти что 300 лет, жило верой в прогресс. Люди были убеждены в том, что по мере возрастания знаний, образования, науки, все, что связано с верой, будет вытесняться на обочину человеческой жизни, ну а потом и исчезнет. Почему? А потому что человек будет всемогущим. Он, опираясь на свой разум, будет способен делать, творить чудеса, решать все проблемы, какие будут возникать. Вот так люди думали в 18 веке, в 19, в 20, пока опыт жизни не показал абсолютному большинству внимательных наблюдателей, что, как бы ни развивалась наука, как бы ни развивались человеческие знания, всегда остается в жизни то пространство, где человек не способен определять порядок вещей и порядок событий, когда отступают и знания, и власть, и сила. Может быть, в каком-то смысле мы сегодня переживаем то время, когда видим неспособность рода человеческого справляться с той напастью, которая пришла к нам. Верим, конечно, что и разумом, и волей человеческой, и образованием, и опытом будут выработаны такие способы ответа на постигшую всех нас пандемию, что она, в конце концов, прекратится. И верим, что так оно и будет. Но ведь это не означает, что впереди нас не ждут род человеческий, не ждет множество и множество проблем, на которые человеческий разум не способен будет ответить так, чтобы избежать для рода человеческого больших проблем, трудностей и опасностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова